Гомельчане рассказали, как пытались строить отношения с женщиной-абьюзером. Спойлер, получилось плохо. Кто появится у проходной предприятия «Спартак», а МТС провел ребрендинг и отказался от яйца в логотипе. 30 марта на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Есть только два мнения – ее и неправильное. Гомельчане рассказали, как пытались строить отношения с женщиной-абьюзером. Спойлер, получилось плохо. Не принято в нашем обществе говорить о такой теме, как женский абьюз. Основная причина лежит на поверхности. Мужчина по определению считается сильным полом, и признать насилие над собой, да еще и со стороны пола слабого, означает для него фиаско. Но ведь насилие может быть не только физическим. Некоторые мужчины даже не подозревают, как виртуозно ими манипулируют женщины. Некоторые, наоборот, прекрасно понимают, что наглухо под каблуком, но по разного рода причинам терпят своего милого, но все-таки тирана в юбке. Бывают факты и физического насилия, но только единичные случаи попадают в новостные сводки. Например, два года назад судили жительницу Рогачева, которая в состоянии алкогольного опьянения регулярно колошматила своего мужа. В какой-то момент бедняга не стал, а это терпеть и обратился в милицию. По факту истязания завели уголовное дело. Знаете, как в итоге наказали буйную супругу? Дали 60 часов общественных работ. Так что же такой женский абьюз? Как его распознать? Можно ли этому противостоятелю? Лучше просто уйти. Обязательно почитайте этот материал. Ссылку мы оставим в первом комментарии под этим видео. Когда-то там были ели. Что теперь вырастет у проходной Спартака? Раньше там росли роскошные ели. Теперь их срубили. Что будет вместо них? Спартак проводит выбор подрядчика на выполнение заказа по благоустройству территории рядом с проходной. Напомним, что этот земельный участок также принадлежит фабрике. В проекте указано следующее. Установка железопетонных клумб, рекламных ситилайтов, лавочек и нескольких малых архитектурных форм. Автомобильную парковку, к слову, не тронут. А в клумбах планируют высадить декоративные деревья и кустарники. Рядом с парковкой планируют установить большую эмблему фабрики. Она будет подсвечиваться ночью. Малые архитектурные формы – это металлоконструкции качели, кувшин, сердце, а также ваза с конфетами. Общая стоимость оформления составит 341,5 тысячи рублей. Работы будут финансироваться самим предприятием. Мозорский НПЗ полностью остановит производство, но это временно. Все дело в капитальном ремонте. Пока завод работает в плановом режиме. Подробности рассказали в пресс-службе НПЗ. В сообщении сказано, что завод готовится к большой ремонтной кампании, во время которой практически все производственные объекты будут остановлены. Кроме того, на предприятии проводят постоянный контроль за работой подрядчиков во время проведения капремонта. Пресс-службе проинформировали, что по состоянию на 30 марта 2023 завод продолжает работать в нормальном технологическом режиме и далее осваивая плановые объемы углеводородного сырья. МТС провел ребрендинг и отказался от яйца в логотипе. На смену известному логотипу пришли три буквы М, Т и С, расположенные по периметру красного квадрата. Этот логотип используют для визуализации основных услуг, а дочерние компании получат немного видоизмененную версию с отрезанным углом и упоминанием названия сервиса. Слоган «Быть лучше каждый день» останется без изменений, а вот название «Оператор» изменят на экосистема. Последний ребрендинг, полностью менявший концепцию оформления, МТС проводила еще в 2006, сменив комбинацию букв на желтом фоне на белое яйцо в красном. МВД сообщило о задержании двух администраторов телеграм-каналов, которые обвиняются в распространении порно. Выйти на админов оперативники смогли с помощью так называемой интернет-разведки. Подозреваемые жители Могилевой и Новополоцкой 22 и 27 лет соответственно. Выяснилось, что молодые люди создали и администрировали телеграм-каналы, в которых распространяли порно, в том числе с участием несовершеннолетних. Каналы в телеграме создали в конце прошлого года, затем ресурсы начали активно рекламироваться в соцсетях. Подписаться на каналы можно было только после внесения оплаты. Цены на доступ к контенту варьировался от 20 до 100 рублей. Задержанных буду судить по уголовной статье. В одном из дворов Витебска кто-то оставил гроб возле мусорных контейнеров. Местные СМИ пишут, что столь оригинальная инсталляция просуществовала всего пару часов. Лакированный гроб в неизвестном направлении утащили бомжи. Пользователи в сети шутят, что хозяин имущества, вероятно, передумал. Другие уверены, что дизайн перестал быть модным. Существует и более глубокая версия. Некоторые считают, что таким образом владелец гроба планирует забыть свои проблемы и начать новую жизнь, избавившись от психологического груза таким вот необычным способом. В Беларуси не очень вдохновились решения МОК, который разрешил спортсменам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Кроме того, Международный Олимпийский Комитет допустил участие белорусов только в индивидуальных турнирах. Национальный Олимпийский Комитет Беларуси поделился своим видением ситуации. Официальная позиция появилась на сайте. В НОКе считают, что МОК хочет исправить дискриминационное решение прошлого года и старается найти выход. Тем не менее, спортивные власти белорусы не согласны с рекомендациями МОКа, которым должны прислушиваться в Беларуси и России. Необоснованное ограничение в части запрета на использование государственной символики – выступление в командных соревнованиях. Принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер, говорится в заявлении. В НОКе заявили, что принимая какое-либо решение, будут исходить в первую очередь из интересов спортсменов. Поэтому особое внимание уделят условиям участия белорусов в предложенных соревнованиях. Также Национальным Олимпийском Комитете подчеркнули, что не допустят пренебрежительного отношения к своим спортсменам. Организация призвала МОК следовать олимпийским принципам и объединять, а не разъединять атлетов всего мира. Что-то сродни чуду. Турции из-под завалов спасли кота, который смог продержаться 49 дней после землетрясения. Животные нашли в ходе разборов одного из разрушенных зданий. Нашлись и хозяева кота. Медики предполагают, что с питомцем все будет хорошо, несмотря на сильное обезвоживание и перелом нескольких лапок. Сейчас никто не может объяснить, как кот смог столько времени пробыть под опломками и остаться в живых. Ведь землетрясение в Турции и Сирии произошло еще 6 февраля. От его последствий погибли более 50 тысяч человек. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.